Всем привет, я Антон Диас и в данном видео я вам расскажу, что жертва Синтола Руки Базуки продолжает модификации своего тела. Поехали! Кирилл Терешин по прозвищу Руки Базуки, который стал скандально известен после экспериментов с инъекциями Синтола, продолжает менять свое тело. Напомню, что о Терешине заговорили в ноябре 2017 года, когда в интернете появились его фотографии с огромными руками. Молодой человек решил увеличить мышцы не с помощью силовых упражнений, а используя Синтол. Эксперименты Терешина вызвали неоднозначную реакцию со стороны пользователей соцсетей. Многие называют молодого человека просто сумасшедшим. Как по мне, Кирилл Терешин совершенно не сумасшедший, он просто дегенерат. И все тут. По словам молодого человека, он даже обращался к психотерапевтам. Надо сначала вылечить голову, потом уже заниматься руками. С головой все в порядке, в ПНД справка, здоровье. Судя по рукам, да, все в порядке. Представляете, тут что назову. Биомусор по имени Кирюша не перестает удивлять публику. Недавно он опубликовал снимок своих икр, увеличенных с помощью силиконовых имплантов. Он рассказал, что импланты были ставлены врачами, взявшие с Кирилла обещание перестать экспериментировать с синтолом. При этом сам Терешин пока недоволен нынешним размером имплантов. По его словам, в скором времени он намерен увеличить ноги ракеты. Парень хочет, чтобы размер икр был схож с размером рук базук. В очередном посте Кирилл Терешин называет себя уродом и ошибкой природы, попросив самого себя перестать наказывать страну своим существованием. Самокритично, однако. Я сделаю икры, как руки. Моё ядерное оружие будет самое сильное и большое, заявил Терешин. Друзья, а как вы считаете, что нужно в следующий раз модифицировать Кириллу Терешину, чтобы о нём вспомнили? Напишите своё мнение в комментариях под этим видео. Также ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вы не сделали этого ранее, ведь дальше будет ещё интереснее. До новых встреч! Скоро увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!